Привет, с вами канал Фактория. Это же просто капли воды на бутылке. В них не может быть ничего пугающего. Или все-таки может? Эта жаба совершенно не опасна. Она просто носит икру у себя на пузе, защищая ее от врагов. Тогда почему опять появляется это необычное ощущение словно это что-то опасное? Да кому в голову может прийти бояться самой обычной вареной морковки? Однако ж она действительно пугает. Жаль, что фобии нельзя отключить, руководствуясь одной лишь логикой. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Вот так заходишь в ванную и не можешь нормально вымыть руки, потому что страшно взять в руки кусок мыла. Кажется, будто кто-то из него непременно вылезет. Звучит вроде глупо, а на самом деле проблема. Случайно разломил пополам кексик, а доесть его уже не смог, потому что увидел сколько в нем ужасных отверстий. И не важно, что именно они делают кекс таким нежным и вкусным. Хотя можно попробовать его съесть с закрытыми глазами. Это просто коробочка с семенами растений. Здесь совершенно не из-за чего впадать в панику. В ней не прячутся жуткие личинки-убийцы. Ну попробуйте это доказать человеку с трипофобией. Ну что ж, если вы досмотрели это видео до конца и ни разу не содрогнулись, поздравляю. Эта фобия вас миновала и вам не страшны даже мемы с количеством камер в новых смартфонах. Видимо, эти очки немало лет пролежали на морском дне. Рискнуть их примерить теперь отважится далеко не каждый. В Австралии можно встретить необычное хвойное растение, на котором растут вот такие шишки, которые выглядят как готовая декорация к фильму ужасов. Да уж, столик действительно подойдет не всем, будет отпугивать гостей с непонятными фобиями. Очаровательный пирог, другой формы для его украшения не нашлось? Или это чтобы посторонние не ели, тогда действительно идея хороша. Нет, ну был же нормальный огурец, вот зачем спрашивается было выковыривать из него семечки, люди же его теперь спокойно есть не смогут. А это милое растение называется рацимоза, подходить к нему близко не каждый бы решился, все таки его плоды выглядят на редкость странно. Вот зачем, скажите мне, нужно было заглядывать внутрь соленого арбуза? Что там ожидалось увидеть? Теперь придется жить с воспоминанием об этих странных отверстиях. Выглядит просто ужасно, но это всего лишь тонкий срез замороженного мяса с прожилками жира. Когда среди твоих друзей есть трипофобы, в этом можно отыскать свои плюсы. Например, они никогда не стащат у тебя кусочек такой пиццы. Никогда, слышите, никогда не разглядывайте апельсин с нижней стороны. Мало ли какие ужасы вам там померещатся. А как вам такое? Листья папоротника снизу когда-нибудь разглядывали? Это не какая-то болезнь, это просто коробочки со спорами и они совершенно безопасны. Даже не страдая трипофобией, на это платье больно смотреть. Дорогие модельеры, пожалуйста, не делайте так больше. Это просто слегка засохшая краска в ведре. Осталось только себя пересилить и опустить туда кисточку, но кажется, это будет непросто. Колесо, конечно, гениальное. Жаль, что трипофобы будут лишены чудес современных инженерных достижений. Парень просто поставил маркером много точек на своей ладони. Лучше бы он теперь держал руки в карманах и никому их не показывал. Незачем народ пугать. А это челюсть милой рыбы под названием паку. Пока одни боятся отверстий в этой челюсти, меня больше пугает количество зубов. Встретиться с ней в водоеме точно бы не хотелось. Вот что может быть страшного в обычном хлебе? Главное, не разглядывать его слишком пристально. Хотя, возможно, для кого-то это отличный повод сесть на диету. Это просто следы в морской глине. Тогда почему так хочется обойти это место стороной? Бедолаги, они ведь даже сыр нормально есть не могут. Хотя, конечно, существует сыр с личинками. Так что, может быть, они и правы в своих страхах. Шляпка гриба, перевернутая обратной стороной, тоже вызывает мурашки на коже. Не приглядывайтесь к еде слишком близко, на всякий случай. Скажите честно, вы боитесь шоколада? А если я скажу, что он пористый? Тогда как? Ощущения не изменились? Ну вот зачем было заглядывать внутрь теста? Раньше оно представлялось как обычный белый комочек, а теперь как кокон гигантского паука. Ну, казалось бы, как можно испугаться катушек с нитками? А нет, оказывается можно, главное посмотреть на них под нужным углом. А это просто блинчик. Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, что можно бояться блинчиков? Бедные трипофобы, у них явно проблемы с едой. Это просто сморчок, гриб такой, между прочим вкусный. Но если вы испугаетесь вида его необычной шляпки, вы никогда не сможете его попробовать. Пока инженеры восхищаются геометрией пчелиных сот, люди, страдающие от фобий, шарахаются от них, как от огня. Никакой логики эти страхи не поддаются. Другой человек ни при каких условиях не сможет увидеть в кофейной пенке чьи-то глаза. А как насчет страха кошачьего языка? Вы только посмотрите на его необычную текстуру. Но ведь глупо бояться, что кошка залижет вас до смерти. Очаровательная масочка на лицо. Если захотите стать звездой Хэллоуина, то больше даже дополнять костюм ничем не надо. Вас и так будут бояться, причем совершенно искренне. Говорят, что трипофобия – это рудиментарный страх, то есть когда-то он был полезен и спасал жизни нашим предкам. А теперь из-за этого мы боимся вот таких пучков соломы. Ну и где справедливость? Это просто след от массажных тапочек. Тогда почему при взгляде на него хочется передернуть плечами и отойти подальше? Выглядит немного неприятно, да? А между прочим, это нежнейший молочный шоколад с отпечатком клубники. Так почему же его никто до сих пор не съел? Говорят, что глаза – это зеркало души. Но на самом деле на зеркало они мало похожи и вообще желание разглядывать их вблизи почему-то быстро пропадает. Как довести трипофоба до истерики? Да запросто! Подарите ему пару вот таких ботинок! Вы вообще представляете себе, что это такое? Бояться собственной обуви! Это просто горная порода, песчаник, принявший необычную форму. Ну что, рискнули бы засунуть руку в одну из этих дыр? А девушка явно знает толк в страшилках. Но признайтесь, вы не смогли бы спокойно пройти мимо, увидев такое очаровательное личико с сотней глаз. Особенно если бы красотка повстречалась вам поздним вечером. Ну это просто два в одном — трипофобия плюс арахнофобия. Это всего лишь шкурка, сброшенная пауком при линьке. Тогда почему же становится не по себе, когда заглядываешь внутрь и видишь там эти полости? Это желудок коровы. Обычный человек максимум поморщится, а трипофоб поспешит убраться оттуда подальше. Какое впечатление производят на вас эти пчелиные соты? Становится не по себе, правда? Кстати, эту особенность человеческой психики умело используют создатели фильмов ужасов, поскольку в легкой форме трипофобия присутствует практически у всех. Однако это далеко не безобидная вещь и в тяжелых случаях может вызвать даже панические атаки. А больные вынуждены существенно менять свой образ жизни и окружения. Нелегко, знаете ли, жить, когда тебя может испугать обычный печеный чеснок. Не знаю, мне кажется, перфекционисты нашли бы это фото даже красивым, а некоторых оно доводит до паники. Выглядит словно внутренности какого-то чудовища, но на самом деле это просто семена тыквы и бояться здесь нечего. Для страдающих этим заболеванием даже обычная пенка на кофе превращается в орудие пытки, на которое они не могут долго смотреть. С точки зрения науки, эта фобия вполне обоснована. Так что если вам кажется, что в коробочке лотоса скрываются не семена, а жуткие личинки, поздравляю, вы попали в число страдальцев. Что же может напугать? Прежде всего, большое количество повторяющихся отверстий, особенно в предметах органического происхождения. Например, вам будет казаться, что в этом стволе дерева спрятаны отнюдь не желуди. Вот, казалось бы, чем может напугать самая обычная клубника? Но трипофобам лучше ее близко не разглядывать, иначе они никогда уже не смогут есть эту ягоду. Перед вами всего лишь кожа птицы. Ну как, не пугает? Не появляется неприятное ощущение, которому трудно подобрать описание, будто по вам кто-то ползает. А как вам этот коралл? Хочется до него дотронуться. Нет ощущения, что многочисленные отверстия таят опасность. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.